В Гомельской области прививки от гриппа уже сделали более 350 тысяч человек. Эксперты утверждают, что к 1 декабря эта цифра должна вырасти до полумиллиона. Позиция отечественной медицины посезонной, а уж тем более плановой иммунизации, настойчивая. И это понятно, ведь зачастую всего одна прививка способна защитить организм человека от серьезных последствий. Об этом в интервью программе рассказал главный внештатный педиатр Гомеля Олег Зимилихин. Олег Александрович, предлагаю поговорить о достаточно жесткой позиции медицинского сообщества, да и государства в целом, в области иммунопрофилактики. Почему? Еще постараемся ответить в этом интервью. Начнем с плановой вакцинации, которая касается каждого ребенка, ну или практически каждого. Тут, конечно, на усмотрение родителей. Все верно? Ну, не скажем так, что на усмотрение родителей. Родители могут сказать свое «нет», потому что они отвечают за ребенка. Но здесь нужно очень взвешенно подходить к данному «нет». Если есть противопоказания для прививок, конечно, да. Но и медицинские работники, в первую очередь, скажут «нет», если они не показаны. С другой стороны, вакцинация очень нужна. И мы видим на развитии нашего населения о том, что мы на сегодняшний день очень редко встречаемся со многими инфекциями, которые, ну вот, мое поколение застало, еще перенесло все на ногах. С больничными какими-то листами, с листами трудоспособности у наших родителей и потери временной трудоспособности. И потом даже иногда с инвалидизацией некоторых детей после перенесенных данных заболеваний. То есть, другими словами, плановая вакцинация – это цивилизованный, современный шаг любого государства? Ну или практически любого? Это любого государства. Любого государства. Как минимум того, которое в госполитике, в своей иммунопрофилактику считает необходимой. К примеру, соседняя Украина столкнулась с тем, что кори переродилась, скажем так. И это, наверное, в том числе потому, что мало внимания уделяли? Да, дело в том, что для того, чтобы инфекции не развивались, должна быть прослойка населения, у которой развит стойкий иммунитет к данной инфекции. Вакцинация, во-первых, это здоровье самого населения, профилактика инвалидизирующих факторов и потери трудоспособности. Но с другой стороны, это бюджет государства. Ведь если мы с вами перейдем к тому, что для нас, например, очень актуально на сегодняшний момент сезонный подъем заболеваемости, эпидемия гриппа, то сколько людей продолжает работать, не болевшие после прививок, и сколько переносит их в более легкой форме, без осложнений. Часто наверняка приходится слышать, вот ребенка отправили в сад, заболел. Переболел, проходит время, снова заболел. Вот как педиатры объясняют такую ситуацию? Я слышала мнение, что это вполне нормально, ребенок формирует свой иммунитет? Да, но дело в том, что ребенок находился в семье. Он сталкивался с двумя, с тремя родителями, с бабушками, с дедушками и с очень узким кругом. Он приходит в детские коллективы, сталкивается с множеством инфекций, он учится жить, а его иммунная система начинает отстраиваться. Поэтому тут это закономерный процесс. Если очень часто ребенок болеет, если это ясельная группа, и более шести раз заболевает ребенок, то тогда мы уже начинаем бить немножко тревогу, обследовать данного ребенка до шести раз. Заболевание ребенка до трех лет – это не является катастрофой. Он знакомится с новой инфекцией, и организм борется и вырабатывает свой иммунный ответ на любую инфекцию. В более старшем возрасте уже реже болеют дети, но это тоже естественный процесс. И в этой связи вакцинация, к примеру, против гриппа – это тот шаг, который помогает защитить от самых серьезных летальных исходов? Да. Мы забыли с вами, наверное, уже последняя серьезная заболеваемость эпидемии гриппа была у нас в 2009 году. Где-то, когда вы помните, когда всколыхнулось все сообщество, и когда мы видели заполненные больницы, и когда люди не знали, куда деться. На сегодняшний день, вот последние где-то три года, ситуация складывалась так, что мы не накладывали такие массовые карантинные мероприятия, как бывало в прежние годы. И это, конечно, большая заслуга массовой вакцинации. Если бы вас попросили коротко объяснить, почему нужно сделать прививку, возможно, к вам, как к специалисту, достаточно опытному, как минимум родные и близкие обращаются. Но вот почему нужно? Точно ли надо? Что вы говорите, отвечая на такие вопросы? Ну, прививка – это обдуманный шаг. И мы защищаем своего ребенка, если мы говорим о детях или о своем здоровье, мы защищаем себя от воздействия каких-то внешних факторов, которые могут вызвать серьезные изменения в нашем здоровье. Олег Александрович, спасибо за это интервью. Вот здоровья-то и пожелаю и вам, и всем нам. Спасибо. До встречи в эфире. Спасибо. Спасибо.